С начала года в стенах перинатального центра появилось 37 двойняшек, а вот сразу три младенца, только во второй раз. Рузана Амбарцумян – мама теперь уже четверых детей. У ее старшего сына Руслана появились сестренки Марина, Арина и Виктория. Когда на УЗИ сказали «будет ройня», Рузана не удивилась. Такие случаи в их роду уже были. Самим справиться с тремя малышками молодым родителям непросто, а помогают родственники. У нас уходит очень много памперсов, питания, прям много в день. Расходы очень большие у нас. Конечно, нам все помогают по чуть-чуть. Три девочки еще лучше, чем дает. Если были три мальчика, вот тогда надо было переживать. А тут и девочки. Выдадим замуж, и все будет нормально. Тройню не то, что родить, выносить сложно. Практически вся беременность проходила под контролем врачей. Благодаря вниманию и заботе краевых властей, городских властей, наше учреждение оснащено по самым последнему слову мировой науки. Что позволило нам в данной ситуации выходить этих тройнят. И теперь они прекрасно себя чувствуют. При рождении тройняшки были каждая меньше полутора килограммов. Но в Сочи теперь можно выхаживать детей даже с экстремально низкой массой тела. В больнице оборудованы реанимационные места и инкубаторы для новорожденных. Порой жизнь непредсказуема. И вместо одного младенца рождаются сразу три, как и произошло. Оказать помощь новорожденному ребенку, который родился с низкой, экстремальной низкой массой тела, только благодаря опыту, знаниям, умениям, невозможно. Для этого нужно дополнительное оборудование, дополнительное оснащение. Ренимационное место есть и в каждом родильном зале на случай, если ребенку потребуется срочная помощь. Например, искусственная вентиляция легких. Окрепших новорожденных дней через 5-10 переводят из реанимации в стационар. Здесь они могут находиться несколько месяцев до тех пор, пока не наберут нормальный вес. Только после этого маму с ребенком отпускают домой. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.